Всем привет, это канал Магистраль Жизни, меня зовут Сергей. Это продолжение предыдущего выпуска, и мы продолжаем сражаться со стихией. Примерно такое состояние дорог на теперешнее время. Я спешу на заказ, почти доехали, 500 метров осталось. Что там, сугробы? Да. Добрый день. Способ оплаты изменен на наличные. У вас на наличные поменялось. Будьте 7 рублей. Да. Да? Надеюсь, без дачи. Там, может, на карточке денег просто не хватит. Да, да. Ну, ну, то что там. Такое бывает иногда. Заказ будет оплачен картой. О, волшебство. Как вы это сделали? Не, а карточку другую просто при меня. А, просто на другой переход. Да, да, да. Нет, особенно это за право. А то почему-то у многих не получается это сделать. Да. Я помню, летом как-то тоже. Просто пытаются, пытаются. Получается. Вот видите, все можно сделать, когда захочешь. А главное, знать как. Он просто переключил на другую карточку и все, оно стало безналом. Почему остальные так не умеют, я не знаю. Только начал искать место, где вы пристроите, и тут же заказ прилетел. Он, правда, без коэффициента, но зато комфорт плюс. То есть, в принципе, равноценно, я бы сказал так. Так что едем на следующий заказик. Стоим, блин, уже, наверное, минут пять. Вроде как и кэф горит. Вроде как и должны заказы быть, весь город в огне. Но это плюс, потому что я хотя бы успел сообщение почитать, что там в группе пишут. Кстати, да, группа, вот, надпись. Заходите, общаться будем. Я с утра вот как начал, без остановочки, даже почитать некогда было. Что там интересного написали. Давайте поедем дальше, искать заказ. Это я стою в начале Платонова. Давайте по Платонова туда проедем. Может, там студенты домой хотят. А вот и заказ. Плюс четыре. Вот что мне сегодня прям очень нравится, так это как мы идем. Ну, результаты наши. У нас 99 километров. И сумма на таксометре 92. То есть мы практически один к одному идем. Это очень выгодно для меня точно. Ну, еще, конечно же, мне погодные условия нравятся. Какие бы они сложными и тяжелыми не были, мне все равно нравится. Не знаю, для меня интереснее работать. Люблю я, когда сложно. Здравствуйте. Здравствуйте. На заднее приседьте, пожалуйста. С другой стороны, пожалуйста. А, да, ладно. Так уж и будет. Охередной слив жижи. Что там на багажнике? Курка льда прям такая. Багажник, если нужно будет, я его не открою. Надо будет лед очистить. Но будем надеяться, что нам не пригодится багажник сегодня. Бывают, конечно, такие дни, что багажник прям, я не знаю, раз 10 за день придется открыть, закрыть. А бывает неделю ездишь, и никому он нафиг не нужен. Нравится мне вот этот райончик. Это получается от Олега Кашевого. Потом какая тут улица еще? А, это все Кашевого, оно просто с заворотом. Здесь такое ощущение, что время остановилось. Вот Советский Союз как был, так он и остался. Вот эти все дома такие серые. Нет, там есть, конечно, там и розовые какие-то. Вот я сколько езжу, здесь практически нет рекламы, вот этой, которая современная, да. Практически нет современных магазинов, то есть там пару штук. А такой, знаете, какой-нибудь едешь, магазин продуктов. Вот именно осталось, как раньше было. И мне это очень нравится, он выделяется из всех районов. Ну, смотрите, почистили, нормально же. Ну, не везде, конечно, так. Я, наверное, первую улицу такую увидел. Где уже прям идеально чисто. Ну, я думаю, где-то есть еще, но и снег не стихает. Вот только хотел пожаловаться вам. Ну, давай, Платонова, Первомайская. Какой-нибудь короткий заказ сделаем. Только хотел сказать, что ездил в спальниках, все нормально было. Попал сюда на Платонова, все, начал стоять. По пять минут где-то простаиваю между заказами. Сейчас опять какой-то короткий, но отсюда мы пока еще не выбрались. Нормально, такие сугробы тут на обочине, которые... Ну, это, конечно, не за сегодня насыпало. Там еще старый снег лежит, который не растаял. Блин, подгорное. Вот что он мне дает, вот реально. Это уже четвертый заказ, который я пропускаю. До этого был. Лесной, это за Боровлянами. Потом Солтеса. Потом опять Боровляны, но с точками по городу. Теперь опять Подгорное. Это опять туда, к Солтеса. Что это такое? Как будто ты не знаешь, что я туда не езжу. Надо уезжать отсюда, что-то мне какую-то чухню раскидывает. Поедем туда, в сторону Якуба Колоса. Надо отсечь часть ненужных заказов. Может, тогда нужные начнут лететь. Ну, вот это еще куда не шло. Натуровского. А то он уже такую дичь присылал. Натуровского, это к библиотеке, да? Ну что ж, надо ехать, потому что мы четыре уже пропустили. Сейчас вообще заблочат, тогда будет нам. Поэтому хоть что-нибудь надо провести. Багажник? Эх, вот он и багажник пришел. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Здесь, да? Папель, да, без нее. Что? Не, я думал, оно хуже будет. Оно, в принципе, даже не мешало. Просто у меня как-то было, там, наверное, больше льда было. Я даже открыть не мог багажник. А тут, видели, такие наросты не очень большие. Забыл воду слить. Надо опять идти сливать. И как бы странно, но в центре почему-то эфициент пропал. Вот такая вот вороночка. Поэтому сейчас я куда-нибудь задвинусь, и тогда включусь. Ну, вообще неинтересно, жилы согласитесь, согласитесь, да? Ну что ж, отлично, споймали мы плюс два. На Скарганово теперь поедем подальше отсюда. Хотя уже как бы три часа можно было бы и тут остаться. Но Яндекс считает иначе. Опять коэффициент пропал. Хотя, ну, четыре часа уже должно что-то быть. Ну, четыре десять даже. Какого черта в центре нет коэффициента? Не скажете? Так вот, сижу, выжидаю. Сейчас разгорится, и снежок, по-моему, более крупный какой-то пошел. Блин, что за шляпа, а? Русианово. Победителей Русианово. Ничего же не хочу. Тут снег идет, дороги неубранные. Ну, как неубранные? Местами. А кэфа нет. Еще и пустые какие-то прилетают. Ну, и ладно, видимо, придется пару пустых провести. Но они такие, что через весь город надо что-то коротенькое, недалекое искать. Сражался я, сражался с этим Яндексом. Все равно, блин, прилетел мне заказ на 14 километров. Но, зато он не пустой, а плюс четыре. Хотя бы это радует. Поехали. Что-то никто не желает ко мне идти. А, нет, вот тут полифон. Добрый день. Что-то, мне кажется, первая половина дня была более продуктивной, чем теперь. Так, что у нас тут? Подача 3 километра. Что это такое? Пустить. Вот это там на Боровую, 3 километра подачи. Что, отсюда никто не желает уехать? Это я на Уручье, в общем, оказался. Эмилий Эрхард. Есть такое подозрение, что это где-то рядом, по-моему. Эмилий Эрхард. Да, это на Новый Боровой, по-моему. Отлично, поедем, коротыш провезем. Плюс два. Да, лучше вокруг пойдем. Я тоже так подумал. А то мы там увязнем. Мы вообще даже не поедем. Ну, скорее всего, так и будет. Застряли. Отключено. Отключено. Да. Ну, с ней вообще она сразу. Ну, не едет даже. Пробуксовочная. Да? Да. Я отключаю ее. Кнопочка подъезд. Нет. Мне на больно нравилась. Она по-другому, может, как-то работала, я не знаю. Но вот если стоишь и пробуксовываешь, то надо отключать. Когда отключишь, тогда поехал. Она, наверное, на этих машинах выше класса. Вот какой это класс? Что это E или это B? Нет. Наверное, B, по-моему. Это что, B или B? Где-то. Где-то? А, где-то меньше класса. На этих, на тяжелых машинах. Я помню, как я на больно попал на мокром асфальте в лузу. И когда я впервые слышал, что такое, например, система... Там за какие-то, до секунды какие-то крестения такие... Угу. И она вот так вот... Чуть-чуть так вот... Дернула так... В лбу, вроде... Так вообще, это практически незаметно. И она... Эту лужу прошла, про ней пораскользила. Но она вот в эти моменты и должна срабатывать. Ну, мне так кажется. Я точно не знаю. Ну, это было круто вообще. Здесь, да? Игорь Дальше. Там конкретно такая ложа, когда вот, знаете, по асфальту тучок. И... Прям такой ручей. И если мне не хватает, что тебя может вообще вынести. Угу. Вот здесь. И она вообще... Ну, что вот именно, когда я знаю... Ну, зимой именно, вот когда стоишь на льду, на гололёде на каком-нибудь... Вот с этой штукой я тронуться не могу. У меня посад. Я... Только отключил сразу... До свидания. До свидания. Ребята, что я вам сейчас покажу? Мне, короче, смс от Яндекса пришло. Сейчас я только найду её. А вообще лучше приостановиться где-нибудь. Ой, заказ. Авиационная лопатина. О, нормально. Плюс 6. Комфорт. Прикольно. Значит, вот, смотрите. Заработайте бонус 62 рубля. Выполните 80 или более заказов в Минске с 10 по 13 февраля включительно. Действительно только для заказов с 7 до 12. 80 заказов за 4 дня. Это где-то надо по 20 влупить каждый день. Блин. Это получается 9 из завтрашнего. Прикольно. Я всё равно собирался работать эту неделю. Но вы же понимаете, что это не бонус 62 рубля. А просто они вернут часть комиссии, которые они отбирают. Но, с другой стороны, это стимул для меня поработать. Не знаю, как для вас. А я постараюсь выполнить эти 80. Заказ в 80, по-моему, да? А второе всё-таки прикольно, что они мне вернут 62 рубля. Поэтому будем делать. И обязательно покажу, что из этого получится. Потому что вот этих бонусов уже не было. По-моему, последний раз они были позапрошлым летом. Если я не ошибаюсь. А может и ещё больше. Добрый вечер. Я впервые с вами еду. По этому приложению? Да. Знаешь, там самое удобное, самое хорошее. Потому что на машине уехал. Я теперь впервые использую приложение. А, так обычно можешь поездить? Сама езжа обычно. А, на вашу и уехал? Да, я сегодня. Получилось так, что снег этот навалил. Он в дороге затержался. У меня уже идёт. Езжай как хочешь называется. Я, если честно, на этом приложении сам ни разу не ездил. Ахахаха. Вот так вот. Заказик. Бешок. Хотя уже работаю прилично. Ахахаха. 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 Я говорю. Яндекс. Я говорю. А ещё? Ну что-то ж есть, у меня нет приложения. Две минуты загружай, бегом и едь. Больше приложений не существует. Я говорю. Типа такси больше нет. Я говорю. Да ездишь же по городу. Ну всё. Позывай Яндекс. Ясно. Да много всяких. Это же даже, которые были, у них приложения появились. А, да, да. Аж 135-ка у них тоже приложения свои есть. И сейчас вроде как не обязательно их по телефону взывать. Ну да, удобно на самом деле ещё бывает. Ну там ещё масса всяких. Ну, наверное, самые популярные, я бы сказал, это 135 в Яндексе. Ну, снега, наверное, конечно, вообще. Ну да, хорошо. Говорят, что до пятницы там какой-то супер циклон движется. Там чуть ли не до 25 метров в секунду ветер. Опять же, врос это или нет. У нас уже в чате все скидывают. Там 25 метров не выпускают детей на улицу. Да, я по чатам видел. Какая-то... Ну, я посмотрел прогноз. Ну, вроде как снегопад. Просто снег... Да, я тоже и погода такая... На три дня. На три дня, получается. Завтра вроде как ясно ещё показывает. Ну, то есть даже не облачно. А потом четверг. Завтра среда. Четверг, пятница, суббота снегопад. И днём и ночью. Так что, может быть, может быть, да. Наша нынешняя ситуация, как эта погода меняется. Они сами не знают в течение дня, что будет. Ну, да. Мы не знаем, что будет вечером. Ну, конечно. А здесь где-то горки есть, да? Горки, которые... С ватрушками, да, смотрю, ходят. Делали с трамплинами. То есть это вот здесь, на этом... Как-то Эрхард улица. Вот. Они туда, значит, и идут. Там вообще-то должно быть, я не знаю, безбашенно. Ну, опять же, с малышами-то точно, конечно. Ну, да, да. Там, я помню... Дети постарше так летались. Да. И отец говорит, ну, сына пришли. Видно, первый раз говорит, слушай, давай я первый попробую, а потом уже с тобой. А мой сын без ватрушки стоит рядом. Ну, мам, ну да. Я говорю, да подожди, тогда посмотрим. А там сделали взрослые трамплин. Специальный прям такой трамплин. И, короче, он как подпрыгивает. Ватрушка в одну сторону. Он тут всей спиной прям впадает. Так пугнует. Так ему больно было. Ничего себе. Ну, и подбирается. Тишина такая. Все смотрят. Этот сын говорит, ну, пап, ну что я? Полезу. Он, короче, вырубился таким матом. Домой пошли. Я думал, скажет, аккуратненько. Нет, нет, нет. Там ветер ударился. Понял, он и побоялся показать. Говорит, нет, домой пошли. Таким голосом мы там хохотали. Говорит, ну, на самом деле, там убиться можно. Мы сейчас идут через деревню. Пешком ходили, гуляли. А я сегодня думал, что я буду делать. Ага. Там снега, наверное, по колено. Да, там по колено. Там вообще вот по шее. Там их там чистят. Мне, кстати, Яндекс предлагал туда поехать. Ну, шесть. Там гараж. На две минуты быстрее. Да, очень быстро будет. У меня мужик и талюр поехал. Говорит, да я решил там вечером поехать туда. Короче, там склон. Возьми кладбище прям вот тут такой склон. Когда идешь пешком, он обычная дорога. Полный привод. Говорит, если бы нет, вообще бы не вышел. У меня есть все тормоз, а она едет прямо в забор. Нет, летом я там ездил. Я знаю. А если там, говорит, склонься вообще. Зимой я не рискую. Да, да, да. Так, слушайте, поплатил. Он же наличное не писал. Я писала карты. Значит, все правильно. Правильно? Написана карта и сделается все автоматически. Прекрасно. А то первый раз и называется, что и как делать. Нормально? Да. Могу выскакивать, да? Да. Все, спасибо. Хорошего вечера. До свидания. Ну что ж, встряли мы очень конкретно. Там впереди заторчик. Благо мы уже подъезжаем к концу этого затора. Перед круговым. А так вот с пассажиром сейчас долгое время ехали. Прилетел заказ. Ну не через весь город, но приличные расстояния. Сейчас надо коротко вас поймать. Я так понял, максимум плюс 6 сейчас. Если с утра 12 лупило, то сейчас только плюс 6. И там мы находимся вообще прям в зоне. Ну с этой зоной вообще никакого понта. Вот этот затор мы только что проехали почти. Вот осталось буквально тут. В общем, сейчас задача споймать пару коротких поездок. Ну, либо одну. Не знаю. Калинино, Красноармейская. По всему городу, туда-сюда. Вроде комфорт плюс и плюс 6, но а смысл от него? Потратим целый час. Ну тоже не самый близкий вариант. И поворот я проехал. Блин, ну. Надо было развернуться. А заказ прилетел как раз вот когда я его проехал. Придется вертеться. Ох, а заказ нам предстоит 6 километров и 20 минут мы ехать будем. Ну, по-любому не 20 там, блин. Минут 25-30. Но в этом случае мы останемся в центре и может быть еще плюс 6 какой-нибудь поймаем. А может психанем и поедем домой. Там, собственно, мне и домой недалеко. В общем, будем смотреть по обстоятельствам. Потому что я прилично подустал, а завтра у нас опять-таки тяжелый день. Завтра у нас личные бонусы будут работать. Надо будет прилично заказов как минимум 30 сделать про запас. Там скажите, с какой стороны нужно? Во двор? Что? Там с какой стороны нужно? Во двор? Или на улице? На... Подъезд... Подъезд? Ага. Хорошо. 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 Ну что ж, француза мы отвезли. Теперь надо с этих дворов выбраться. И мы пока еще в зоне. Но у нас до конца зоны осталось 10 минут. Поэтому вероятность крайне мала, что заказ прилетит. Какой-нибудь выгодный нам. Кэф потиху тухнет. Ну так, местами. Вот такая обстановочка. Ну давайте попробуем. Может еще что-нибудь поймаем. На Кирова я сейчас встану где-нибудь. И там постою. Ну если доеду. Ну в смысле, если заказ по воде прилетит. То я естественно не доеду. Прилетел заказ. Прямо оттуда, куда я привозил только что пассажира. Зря уезжал с этих дворов. Сейчас вернемся назад. И блин, я не вижу куда. У меня почему-то активность слилась. Поэтому на месте сейчас будем смотреть, куда мы поедем. Как же я ненавижу это Макайонка 12 и их тупых жителей, блин. Такое ощущение, как будто они, я не знаю, где-то в стороне ходят. Никогда не видишь, что происходит во дворе, блин. Вот обязательно надо. Так ладно, еще туда в конец. Ну блин, ну хрен с ним. Там человеку тяжело дойти. Ну первый подъезд. Но туда, блин, я въезжал, наверное, минут пять. Короче, весят. Ну а заказы сюда часто приходят и отсюда часто прилетают. Бывает, что и комфорт, и комфорт плюс. И иногда молчишь и едешь. Туда, ну пожалуйста. В общем, едем мы на следующий заказ. Он был плюс пять. Куда, пока еще не знаю. Но мы уже опаздываем. Фух, добрались. Оказались мы на Леонида беды. Прилетал заказ на Филимоново. Но я его пропустил. Потому что, наверное, я уже домой хочу. И нужно попробовать в ту сторону поймать заказ. Город, как ни странно, все еще горит. Вот такой вот. Но заказ прилетал плюс один. Неужели там такой слабенький все? Давайте глянем, где наш тут спрос. Что он нам покажет? Ну да, три, четыре, два. Так себе. Поэтому сейчас ловим что-нибудь выгодное. Едем домой. Подводим итоги. И прощаемся. Заказ, конечно, мне прилетел. Но угадайте, в какую сторону. Конечно, не в ту. На Туровского поедем. Отсватил я его от жадности. Комфорт плюс, плюс четыре. Вот если не отменят сейчас, пока я доеду. То поедем. Блин, хоть ты направление включай. Крен пойми, где тут, кто тут. Отметка посреди дороги. Ищи, кого хочешь. Все, товарищи. Отвез я на сегодня крайний заказ. Фу. Оооо. Короче, что-то я устал. Хотя вроде как-то из заказов не слишком много было. Тридцать один заказ у меня сегодня. Ну, примерно так каждый день, когда я полноценно работаю. Наверное, просто из-за дорожных условий, погодных условий, поэтому устал. Прям вообще. Сейчас бы люкой поспал. Вот, смотрите, какая дорожка вечер. Такие дегенераты еще попадаются, которые носятся. А потом встал бах, торчат. Ну, снежок вроде перестал. Там даже где-то просветы в небе. Может, действительно завтра будет ясно. Ну, я так полагаю, завтра уже и увидим. А пока давайте результаты. Мне тут осталось пару километров. Значит, километраж у нас сегодня 230, средний расход 9,3. Расход немножко высоковат, но зато километров у нас мало. А денег много, чему я несказанно счастлив. Получилось у нас 31 заказ и 190 рублей. Ну, не один к одному 230 и 190, но примерно. Вот после обеда как-то не очень пошла работа. Если с утра там и плюс 12 прилетали, и плюс 10, то к вечеру максимум, что я споймал, это плюс 6. А потом и 2, и 3, и 4 такие пошли уже заказы. Вообще, последнее время как бы вторник, ну, такой самый тухлый день. Хотя я даже не знаю почему. Наверное, до этой зимы или осени у меня всегда был среда самый тухлый день. Потом внезапно что-то поменялось, и вторники стали тухлыми. А среды так и ничего так выстреливали. Так вот, несмотря на то, что это как бы такой тухловатый день, то мы сегодня очень славно работнули. И, кстати, город до сих пор еще светится. Я не знаю, сколько там коэффициенты. Сейчас я гляну, если вам, конечно, интересно. Ну, вот такие, 3-4. Даже один раз пятерочка есть. Все, ребята, на этом выпуске я завершаю. Вопросы, пожелания, как всегда, оставляйте в комментариях. Спасибо, что смотрите. Потому что завтра будет у меня тяжелый день. Я его тоже буду снимать. Потому что я буду делать эту бонусную программу. Индивидуальную бонусную программу. Вот так вот. Потому что такие бонусы я знаю, что не каждому присылают. Ну, через одного. Потом как-то меняют. Сегодня одним, завтра другим. По-разному. И такое ощущение, в чате, по-моему, писали, что только в Минске эти бонусы. Ну, я не знаю. Завтра более точно я почитаю, что там в чате пишут. И в следующем выпуске я вам расскажу. До свидания…